всем привет сегодня хочу вам показать как создать более-менее привить примитивный аппарат для плавки пластика то есть созданный по вашим подсказкам за последние вот два ролика в комментариях много очень камину комментариев на тот на ту тему чтобы попытаться сделать более менее какой-то экструдер ну экструдером я это не назову ну короче очень очень примитив но он работает короче вам покажу как вот из такого куска пластика обычного не обязательно из из такого размером куска просто из пластика сделать например вот такую нить вот такая вот получается нить я прибавил сильно еще не знаю куда нам не пригодится но она получается эластичная в общем-то не ломкая не хромкая не хрупкая она рвется понятно то что это не капрон ну я не знаю может быть для 3d принтера кому-нибудь сгодится вдруг сейчас покажу устройство этого супер агрегата может кто-то решит себе сделать кто-то доработает главное что и кое-что уже получается она у меня вот она идет идет и вот он этот агрегат как вы на сразу догадались это просто подошва утюга обычного утюга мура современного подошва то есть я выкинул все лишнее оттуда оставил контакты только так как бы вам пока вот так что ты два контакта не видно ну вот вот она два контакта короче только тем в мурованных подошву внутри в подошве просверлил отверстие и закрутил туда штуцер штуцер обычный болт на 16 просверлены с отверстием и резьба чтобы было потому что нужно чтобы была резьба фокус резьба нужно для того чтобы накручивать туда теперь сопла различного диаметра потому что я сейчас вот выдавливал и вам покажу пока просто без сопла то есть произвольный диаметр нити получается а потом играя с диаметром отверстия сопли можно будет делать нить определенного диаметра вот ну подошва утюга на подошву утюга закреплена квадратная труба к трубе приварены пластинки одна и вторая все это закручена прикручена квадратная труба как я сказал туда мы пока не заглянем ну и ладно ну а дальше принцип насоса то есть две тяги с ушками и к этой тяги прикручена уже так у меня груз прикручен так вот поршень чтобы показать как это работает рукой я работаю вот поршень вставляется в трубок и опускается ну и груз давит пластик то есть чем больше груз тем сильнее давит на пластик по идее должен быстрее платить плавится ну понятно что существует предел если я повешен сюда 30 килограмм от не значит что снизу будет течь прям струя то есть предел существует конечно я еще не испытывал разные грузы ну во всяком случае сейчас покажу вам как делается именно нить и хочу теперь сюда на вот эту трубу уже вот на эту вот трубу которая идет это просто станина циркулярки старой просто приварил я и всего так вот на трубу чтобы подставку какую-то сделать передвижную на зажиме то есть на подставку поставил любую форму придвинул и наполняю полностью потом форму разрезал или как-то выбил пластик и точи что хочешь любую деталь потому что пластик остывает долго он заполняет успевает заполнять пространство и короче должно все получится но сегодня покажу пока только вот нить как тянется именно нить сейчас я оборву специально при вас опа оторвал да еще сразу терморегулятор так как терморегулятор родной с этого утюга вон у меня навернулся не работает пластинка там не охота с ней возиться я поставил с электроплитки регулятор а первая моя ошибка была я первый утюг свой спалил вообще потому что терморегулятор я выкинул то есть попробовал делать без терморегулятора вот она мой первый эксперимент и оказывается что если напрямую подключить утюг 220 без терморегулятора он плавит алюминий подошву мне расплавилась просто в ухнарь я вовремя выключил а так вот так же на то и отверстие сюда штуцер отверстие сверлены и под крепежку трубы и здесь были два отверстия и все короче тут у меня по случился маленький пожарчик потому что у меня тут пластика же загорелся так ну и все сейчас я включу всей агрегат и как только пойдет пластик течь начнет чуть-чуть сделаем пару метров нити я наверно вам рассказал немножко сумбурно об устройстве поэтому вот он вид издалека то есть все тяги внизу поршень внутри выточенный ну из чугуна не вычет точеной болгаркой вырезан по диаметру квадратной трубы прямоугольной то есть в общем то устройство масляного насоса и вот уже пластик пошел и можно уже даже начинать тянуть ближе поставлю чтобы вам лучше было видно увеличен пластик уже идет то есть под весом небольшим 2-3 грамма он уже у нас пошел плавится так опять у меня фокуса нет есть вот она в этот момент как раз можно начинать тянуть нить то есть как только первый край упал можно уже тянуть ну и попробуем теперь тянуть как бы мне только не загородить кадр начинаем и спокойно не торопясь потому что здесь он уже не горячий и вот она нитка пошла 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 а тык толстые куски идут ничего не видно что я делаю монитор а мне так не видно короче ладно я же вам показал то что хотел этот агрегат работает работает он неплохо просто сделал я его в общем-то терапях потому что времени мало сейчас ли это будем заниматься этим всем осенью когда будет больше свободного времени нужно брать хорошую трубу новую потому что она у меня ржавая и у меня вот эти видите кусочки идут это это ржавчина изнутри вот эта ржавчина все портит в общем то когда ее нету когда чистый пластик идет тогда нить получается ровная главное вы видите что без моего участия без всяких шнеков без всяких дополнительных электродвигателей этот агрегат работает вот эти сюда поставить какую-нибудь форму как я уже сказал можно ее наполнять сверху только добавляй пластик снизу форма наполняется пластиком и пластик вполне приличного качества здесь вниз и нет ни пузырей не при каких-то припален ничего чистый пластик даже не меняет цвет свой все идет отлично так ну на этом наверное заканчиваю сегодняшнее видео всем пока всем до свидания подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте кто хочет позлее комментируйте кто хочет подобрее воля ваша как не сфокусировать его короче всем пока еще минутку покажу вам когда все будет работать вам показать вблизи макросъемку сейчас я вам покажу макросъемку производства пластика в режиме реального времени да что такое о поймал видите сколько грязи потому что труба грязная но это так эксперимент просто главное что это получилось это работает теперь нужно сюда будет сделать сопла и будет это все намного лучше и веселей ну и все на этой ноте я заканчиваю свое видео всем удачи еще раз всем пока